Каждый раз, когда в CS2 появляются достаточно интересные утечки будущих обновлений, я стараюсь как можно точно реализовать их в игре, опираясь на все найденное в файлах. Как это уже было с анимационными баннерами, или же взять, к примеру, утечку, которая говорила нам о появлении глаз у агентов. И даже несмотря на то, что я пошел дальше и добавил в примере им мимику. Но вы только представьте, мы заранее можем посмотреть и оценить будущее обновление. И на этот раз мы посмотрим на то, как могут выглядеть будущие брелки в CS2. Разумеется, опираясь на все утечки, которые так или иначе появлялись в игре. Ну а также я поведаю вам все нюансы и к каким костылям прибегают разработчики при их создании. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Уже почти конец лета, а ты до сих пор не залутал топовые скины? Тогда бегом на хеллстор, где ты сразишься против реальных людей за приз. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коинфлип, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка краш, которым делаешь ставку, если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь 2 доллара на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылочке в описании. Ну что же, на самом деле данный ролик я планировал еще в феврале, но по разным причинам он выходит только сейчас. Тем более, что исходя из недавних утечек по поводу брелков, пришлось, как вы понимаете, поторопиться. Но начать я хочу с небольшой предыстории. 21 июня 2017 года вышло обновление ксго, в котором произошла достаточно большая утечка, в которой и засветились впервые упоминания брелков. И не просто появление тега K-Chain, а конкретно пути уже к шести готовым моделям брелков. То есть такая весомая утечка говорила о том, что уже готовы брелки, и вот-вот они могут появиться в игре. Ну а исход, конечно же, вы знаете. И если бы не эта древняя утечка, то появление на карте багаж брелка в виде САС в феврале этого года ни о чем бы нам не намекало. А люди, которые делали посты, спекулируя на этой теме, воспринимались бы как отбитые мечтатели. Так как если тщательно изучить модельку брелка на карте багаж, она выполнена почти таким же методом, как вывеска на карте Ассаут и вывеска на СТ-Марк в старушке ксго. То есть ничего примечательного, обычный элемент интерьера на карте, и не более. Но утечки продолжали появляться. И разумеется, я начал реализовывать брелки в игре, зная, что я не один такой умный. Но посмотрев на примеры других, понял, что все же должен сделать свой максимально приближенный вариант, опираясь на Valve. Разумеется, вешать на оружие я собрался тот самый брелок САС с картой багаж, но понял, что этого недостаточно. Тем более, исходя из названия модельки брелка, в которой красуется номер, очевидно, что их должно было быть больше. Поэтому я создал вот такого вот красавца. Если есть спецназ, то должен быть и террорист. И вы не представляете, сколько времени я убил для того, чтобы нарисовать ему текстуру. Но в процессе этого долгого времени я понял, что форма брелка похожа либо на пиньяту, или же на колбаску. Поэтому, недолго думая, оторвал руки и ноги человечку, и вот тебе уже колбаска. И, собственно, третий брелок. Ну а потом запихнул все это в движок, основываясь на параметрах из утечек. И вот три красавца в виде брелков в КС-2. Скорее всего, как вы понимаете, распространяться они будут отдельной капсулой, в которой будут либо только брелки, или, исходя из вот этой замечательной утечки в виде разделенного или особого лут-листа, в ней может находиться солянка из скинов, наклеек и самих брелков. Ну а процесс получения брелка и впоследствии прикрепления его к оружию, скорее всего, не будет отличаться от наклеек. Но не факт, что его можно будет поместить куда угодно, как это реализовано у тех же наклеек. Ведь руки персонажа могут тупо перекрывать всю видимость брелка. Хотя им ничего не мешает сделать определенные ограничители на область. Короче, для примера я прицепил эти три брелка на пистолет, автомат и снайперку, дабы посмотреть в целом, как все будет выглядеть. И в принципе, мне хорошо удалось передать физику брелков и сделать ее достаточно плавной. Да и при воспроизведении анимации проблем нет. Однако при перемещении игрока начинается полнейшая дичь, которая визуально отрывает брелок от крепления. Но это да ладно, в целом разработчики легко могли бы это пофиксить на релизе. Или сделать крепление не цепочкой и отдельными мешами, а использовать целые поверхности. Ну а вторая проблема с брелками – это ее коллизия, которая не работает. И брелки в некоторых моментах проходят сквозь оружие. Однако сами разработчики в одной из утечек сделали примечание, которое фикчит эту проблему. Но она попахивает костылями. Ведь самим моделям оружия нужно будет присваивать физику одежды. И тогда брелок перестанет проваливаться в текстурку. По крайней мере, так это работает, опираясь на утечки в файлах игры. И возможно, на релизе они придумают более лучшее решение. Ну а также не будем забывать и утечку 2017 года. Ведь в ней нам, по сути, раскрыли шесть видов брелка. Это АК-47, банан, череп с операцией Bloodhound, граната, плазмошар и сахарный череп. Наподобие уже существующей коллекции наклеек в игре. И проблема в том, что прошло, по сути, семь лет с данной утечки. И не факт, конечно, что они возьмут старые модельки в работу. Плюс на момент утечки игра не распространялась в Китае официально. Так как, если вы знаете, им бы пришлось цензурить сахарный череп. Либо делать две версии. В общем, если мне вдруг оказалось не впадлу, то, скорее всего, я сделал приблизительный их вариант. И вы могли сейчас на экране их посмотреть. Ну а так, на мой взгляд, само присутствие брелков в игре выглядит очень странно. Что доказывает мой пример. Конечно, мы не имеем четкого размера, какими они будут в игре. Но не думаю, что их будут делать прям мелкими. Иначе в чем смысл? А так, эта ерунда на том же пистолете или любом другом оружии выглядит, конечно, гармонично. Но очень, повторюсь, странно. И когда они все же это дело выпустят, я очень надеюсь, что дадут простым смертным заливать в мастерскую свои варианты. Потому что пока что все очень неоднозначно. Хотя для разработчиков вся вкладка с кейчейн китом уже рабочая. О чем я и говорил в своем предыдущем ролике. Да и возможность заливать свои модельки вариантов можно обыгрывать по-разному. Включая каких-нибудь анимированных эффектов. Ну а так, ребята, хотелось бы узнать ваше мнение. Считаете ли вы нужным добавление брелков? И как вам на вид то, что вы сейчас увидели? И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok